Священство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, я всех вас сердечно поздравляю с праздником. Сегодня исполнилось 519 лет, как длинным, чудным образом образ Пресвятой Богородицы прибыл в город Минск. Сегодня я хотел бы особо поблагодарить наших архипасторей, которые прибыли на Божественную Литургию, не по формальному какому-то приглашению, а по зову сердца, по зову души. Я думаю, что каждый из нас, кто сегодня пришел в этот храм, пришел по зову своей души. Неформальное какое-то отношение у нас сегодня, и слава Богу, что это происходит, потому что само явление Пресвятой Богородицы – это действительно чудо, которое вот уже на протяжении более 500-500 лет чтится нашим благочестивым православным верующим народом. Совсем еще будучи молодым, я обратил внимание на образ Пресвятой Богородицы, который по сказанию прибыл из Киева. И вот у меня такой характер, мне надо, я как Фома Неверующий, мне надо обязательно все прощупать, посмотреть. И я подумал об этом, думаю, ну это такой далекий путь. По какой реке? По Свислочи? Она здесь, на реке Свислочи явилась. Я просмотрел по карте, и думаю, ну как удивительно. Действительно, ведь связь есть с Днепром. Оказывается, действительно есть. А в некоторых местах эта река настолько мала. Но вот она пришла к нам в город Минск. И хотел бы обратить внимание, что меня поразило. Вшествие иконы шло против течения. Вы обратили внимание, нет? Ведь Свислочи идет туда, на юг, в Днепр. А икона Пресвятой Богородицы против течения пошла. Удивительно. Вы знаете, для меня образ Минской иконы Божьей Матери настолько яркое проявление промысла Божьего, любви Божьего, Божьей любви к людям. Удивляет. Меня, по крайней мере, потрясает это. Я вспоминаю, как днес послушание в Рязанской эпохии. Я тогда вспоминал, рассказывал и сам неоднократно перечитывал жизнь и подвиги святителя Василия, епископа Рязанского, которого обличили муромчане. Ведь тогда кафедра святителя была в городе Муроми. И его обличили за его неправедную, развратную жизнь. И решили его убить. Он у них и спросил у местных жителей дозволение только ночь помолиться. А потом пусть он и исполняет свое намерение. Помолившись всю ночь, он вышел на берег реки, снял с себя мантию, встал на мантию. И он пошел по мантии против течения из Мурома в город Старую Рязань. Дивное дело. Дело. Пять часов человек шел на мантии по воде. Я, проводя параллель с евангельским повествованием, вы помните, как апостол Петр, поняв, что перед ними на озере Вене-Советском Иисус сказал, Господи, позволь мне идти по водам. Помните этот момент евангельский, да? И Господь говорит, ну, приходи. Он вышел, только пошел. И тот же, кто усомнился, и стал тонуть. А святитель Василий Рязанский пять часов на мантии, не на корабле, а на мантии, на ткани, против течения, шел по воде и ни разу не усомнился. Дива, Димы, а образ Пресвятой Богородицы Минской, ведь тоже против течения, этот образ шел в течение многих часов, и прибыл к нам в город. Минск. И каждый, я думаю, кто читал, перечитайте еще описание об этом дивном образе. Это действительно особое благословение Божие. Оно должно вдохновить нас всех на подвиг жизни благочестивой, доброй, христианской, на укрепление нашей веры. Хотя, конечно, мы понимаем, что для Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Для Бога ничто не составляет для того, кто создал весь видимый и невидимый мир, что-то исполнить и совершить вопреки законам природы. Законы, которые вдохнул Господь в нашу природу. Он выше всякой твари. Он сотворил видимый и невидимый мир. И, конечно, Он мог в одно мгновение этот чудотворный образ перенести из Киева в город Минцык. Но Господь всем нам показывает свою особую любовь к людям, свой замысел о спасении человека. И каждый из нас, кто пытается познать промысел Божий в своей жизни, тот может найти каждый в своей жизни. Именно поэтому я сегодня благодарю наших архипастерей и пастырей, которые, и всех вас, дорогие братья и сестры, которые, как я часто говорю, не по распределению, не по направлению пришли сегодня в этот кафедральный храм, где пребывает икона Божьей Матери, а по зову сердца, чтобы раздать славу, хвалу и благодарение Богу. Это дивное чудо, явление нам, иконы Божьей Матери, оно должно разгревать в наших сердцах веру в Бога. И не случайно сюда, в этот кафедральный главный храм нашей белорусской православной церкви приходит множество людей. И вчера проповедник нам говорил о том, что действительно многие люди, которые приходят сюда и перед образом Пресвятой Богородицы возносят свои скромные, но искренние, сердечные молитвы, получают просимые. И мы являемся свидетелями множества чудес, которые происходят. Я поручал и поручаю нашему ключелю, председателю Прихожского совета, сейчас, от Судия Анисию, чтобы он фиксировал все эти чудеса, которые совершаются в нашем кафедральном соборе. Потому что среди верующих людей существует такое мнение, что якобы чудеса совершались во времени жизни Христа Спасителя. Это было где-то в Палестине, так далеко, и так это было давно. Но на самом деле священнослужители нашего кафедрального собора встречают очень часто сегодня совершаемые чудеса. Ну и, конечно, самое главное чудо, которое совершается в нашей жизни, это наше искреннее обращение к Богу. По зову сердца, по зову души мы сегодня собрались в этом храме. И, конечно, мы все с вами слышали и апостольское послание, и евангельское чтение. Эти евангельское чтение, апостольское послание мы слышим каждый раз, когда прославляем Пресвятую Богородицу и все события, которые связаны с ее жизнью и последующим проявлением через образы, именуемые самыми разными именами. В частности, наш образ именуется Минской иконой Божией Матери, поскольку он здесь был явлен. И множество других икон, но Матерь Божия одна. Она через эти образы проявляет свою материнскую любовь и заботу о жителях земли, особенно о тех, кто чтит ее Сына и Господа. И призывает нас сегодня апостол Павел через свое послание приобрести те чувства, которые были во Христе Иисусе. Помните это послание апостола Павла, чтобы в нас пребывали эти чувства. А ведь он себя, говорит апостол, смирил так, что даже сверхмеры. Он принял человеческую плоть и смирил себя, а Бог его превознес паче всякого имени, и дабы всякое колено земных и преисподних поклонилось ему. Вот что совершает и что делает особый дар именуемый смирением. И Пресвятая Богородица, помните, как после благовещения, она пришла в горный Иерусалим к своей родственнице Елисавете, и та, восклицая ее приветствие, приветствуя ее, говорила о том, что пришла Матерь Господа моего ко мне. А Пресвятая Богородица, отвечая на приветствие, сказала, «Сема призрел Господь на смирение роды Своей». Смирение это особое качество человека, и это нисколько не унижение человеческого достоинства. Хотя сегодня в современном мире смирение часто поносится людьми далекими от цепи. Для многих смирение это какое-то ущемленное состояние души человека. На самом деле это не так. это величайший дар в человеке. И он происходит от того, что мы верим в Бога. Мы понимаем, кто мы есть на самом деле, и сопоставляя себя с Богом, мы понимаем, какие мы грешные, недостойные по сравнению с Богом все святы и все совершенные. И мы понимая это, когда проявляем смирение, то в этом случае мы уступаем место Богу, чтобы если вдруг нас кто-то поносит, мы смиряясь отступаем и даем место Богу, чтобы Господь встал на защиту каждого из нас, кто верит в Него. Смирение это действительно величайший дар человеке. Хочется пожелать, чтобы мы понимали это, чтобы мы не смиренничали, не заискивали, не унижали человеческое достоинство, а чтобы мы действительно осознавали, кто мы есть на самом деле. И тогда с нами будет благословение Божие. И тогда к нам Господь точно так же обратится, как Он обратился к Пресвятой Богородице. Все Бог призрел на смирение рабы Своей. И вот когда мы действительно будем проводить жизнь христианскую добродетельную, Господь и к нам будет проявлять Свое Божественное благословение. Но и сегодня мы почитаем Пресвятую Богородицу, прославляли Ее и просили, чтобы она помогала каждому из нас на нашем жизненном пути. А для нас яркий пример это образ Пресвятой Богородицы, который свидетельствует каждому из нас, что Господь рядом с нами, Он всегда рядом с нами. Мы, к сожалению, очень часто спотыкаемся, забываем о Боге, живем так, как нам хочется, а потом еще и пытаемся в чем-то упрекнуть Бога. Почему Господь где-то нас не защитил, почему за нас не заступился, да потому что мы очень часто забываем о Нем, а Господь всегда нас помнит. И мне сегодня хочется всех вас возблагодарить за ваши святые молитвы, и архипасты, и пасты, и всех вас, дорогие братья и сестры, и хочется еще и еще раз всем пожелать Божьего благословения и сопутствия каждому из нас на нашем жизненном пути. А мы будем постепенно возрастать от силы в силу и делать все возможное, чтобы и в нас, в нашем сознании пребывали те же чувства, те же мысли, которые были во Христе Иисусе по словам апостола Павла Аминь. Аминь.